Привет друзья подписчики. Прежде всего благодарю вас за множество позитивных комментариев под моим предыдущим видео, как сделать антенну без паяльника. Поэтому в этом видео я подготовил кое-что новое, нестандартное по этой теме. А также отвечу на несколько самых популярных вопросов. Итак, в этом видео я попробую объединить две антенны в одну, в надежде усилить сигнал в два раза. Вкратце хочу напомнить, как рассчитать длину антенны. Она равняется длине волны передаваемого сигнала. Более детально смотрите мое видео про самодельные антенны цифрового телевидения. Сейчас же я остановлюсь только на самых основных моментах. Прежде всего нам нужно отрезать кабель равной длине волны. В моем случае это 52 сантиметра. Далее с кабеля снимаем изоляцию и подготавливаем к накручиванию антенного разъема. Центральная жила должна немного выступать за края разъема. А вот на втором конце центральную жилу необходимо согнуть и соединить с оплеткой. Чтоб проще накрутить разъем, обжимаем кабель плоскогубцами. И так должен получиться кабель, центральная жила которого закорочена на облетку. Повторяем такую же процедуру со вторым кабелем и приступаем к снятию оплетки по центру. Снимая оплетку старайтесь не порезать изоляцию центральной жилы. Целая изоляция делает антенну более упругой и защищает от случайного перегиба по центру. Итак антенны почти готовы и маркером я отмечу сторону, где идет замыкание оплетки с центральной жилой. Это необходимо будет для проверки, как влияет на сигнал симметричное и несимметричное подключение двух антенн. Теперь как конструктор собираем наши антенны, подключая их к телевизионному тройнику. Итак у нас есть две антенны, теперь стоит задача как их соединить вместе. Будем использовать схему четверть волнового трансформатора. Я ничего проще не придумал, как использовать еще один телевизионный тройник для этой цели. Длина кабелей равна четверти длины волны, в моем случае это 13 сантиметров. Вот такая интересная конструкция у нас получилась. Теперь нужно как-то это все закрепить. Я вырезал пластину подходящего размера из пластика, разметил ее и затянул хомутами. Вот наконец-то наша необычная антенна готова, можно приступать к тестированию. В роли телевизора у меня компьютерный монитор, подключенный по HDMI к тюнеру Т2. Тюнер в свою очередь подключается к антеннам через 5-метровый кабель. Будем сравнивать двойную антенну и одинарную. И учитывая ваши комментарии, тесты я буду проводить на разных частотах. Сперва подключаем первую антенну и выбираем частоту 514 МГц. Затем перебираем частоты, меняем антенны и записываем результат таблиц. Дабы не затягивать ролик, показываю вам результат. Видно, что у двойной антенны уровень сигнала на всех частотах выше. Особенно это заметно на высокой частоте, в то время как одинарная антенна на высокой частоте сдала позиции. Также хочу заметить, что диаграмма направленности двойной антенны значительно шире. Это заметно, когда при вращении антенны уровень сигнала меняется незначительно. В следующие 3 минуты можете наблюдать, как я проводил тестирование. Затем я проведу второй эксперимент, что будет, если антенну расположить горизонтально. То есть кольца будут не сверху и снизу, а слева и справа. Как это повлияет на уровень принимаемого сигнала? Кому интересно, можете сразу перемотать на 2 минуты вперед. А пока идет демонстрация, отвечу на вопросы по поводу дальности приема такой антенны. Благодарю всех, кто прокомментировал опыт использования и изготовления такой антенны. И проанализировав ваши комментарии, делаю вывод, что данная конструкция антенны может обеспечить уверенный прием до 20 километров от ретранслятора. Хотя писали и про 40 километров, но думаю это с усилителем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы увидели, что двойная антенна лучше одинарной. А сейчас проверим, сможет ли антенна принимать сигнал, если кольца будут не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Для этого мы повернем антенну и посмотрим на уровень принимаемого сигнала. Как видим, антенна не принимает сигнал в горизонтальной плоскости. Вертикальная ориентация является обязательной для данного вида антенны. Также возникло желание проверить, что будет, если антенну сложить, то есть кольца сближать друг с другом. Как видно, антенна продолжает работать, но уровень принимаемого сигнала постепенно снижается. Поэтому не вижу смысла менять форму антенны. А сейчас проверим, насколько важно симметрично подключать кольца антенны. Для этого в начале ролика я отметил концы кабеля, у которых оплетка соединена с центральной жилой. Я ставил черную точку. Сейчас я подключу кольца антенны несимметрично друг к другу. И посмотрим, как это отразится на уровне принимаемого сигнала. Продолжение следует... После сборки можете убедиться, что кольца антенны сейчас подключены несимметрично. Как видите, симметричность также влияет на качество приема. Как я не крутил антенну, пытаясь поймать высокий уровень сигнала, ничего мне не удалось. Также менял частоты, поворачивал антенны в разные стороны, но никакого результата существенно по приросту или по улучшению сигнала я не получил. Для меня такое поведение антенны также оказалось неожиданным, поэтому я решил снова антенну собрать по симметричному подключению. Видите точки на концах кабелей. Я подключаю кабеля теперь снова симметрично и проверю, как это повлияет на уровень сигнала. И, о чудо, антенна снова работает, поэтому желающих повторить данную конструкцию, обращаю внимание на этот факт. Важно подключать кольца антенны симметрично. И последний на сегодня тест, ответ на комментарий одного из подписчиков, по поводу антенны для кругового приема на теплоход. Поэтому, чтобы сделать круговой прием, я подключил два кольца перпендикулярно друг к другу. И теперь, как можете наблюдать, при повороте антенны сигнал не теряется, а лишь слегка проседает его уровень. Думаю, такая конструкция сможет обеспечить круговой прием сигнала на теплоходе. Итак, в сегодняшнем видео мы увидели, что двойная антенна в виде восьмерки лучше своих предыдущих собратьев, но ожидаемого эффекта усиления сигнала в два раза получить не удалось. Вероятно, из-за того, что у меня уровень сигнала и так высок. Поэтому в ближайших видео я попытаюсь провести полевые испытания в прямом смысле этого слова. Выйду в поле, подальше от города и протестирую антенну. Для этого я приобрел солнечный инвертор, который позволяет преобразовать 12 вольт в 220. Также можно подключать бортовой сети автомобиля для питания не очень мощных устройств. С помощью него я планирую подключить телевизор на поле вдали от цивилизации и протестировать антенны. И тогда, надеюсь, точно будем знать, может ли двойная антенна улучшить сигнал в два раза. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Желаю всем подписчикам хороших идей. Ну а я продолжаю распаковку солнечного инвертора. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok